В эфире новости культуры с вами Екатерина Славянская. Когда еще как не в день российского студенчества говорить о победе студентки Краснодарского государственного института культуры на международном конкурсе фестиваля Лига талантов. Евгения Резник завоевала гран-при и сегодня она у нас в гостях вместе со старшим преподавателем кафедры эстрадно-джазового пения Надеждой Подпориной. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, рассказывайте, что за композиция была выбрана и почему? И знали ли вы, что она станет победной? Ну, у нас на третьем курсе по программе стояли мюзиклы и поэтому мы решили выбрать именно этот мюзикл. Мюзикл нас он привлек очень сильно, мы захотели именно эту песню, так как я в ней больше всего раскрываюсь и мне она очень понравилась. Мы выбирали произведение с учетом, конечно же, индивидуальных данных студента и на развитие и на динамику, для того, чтобы она могла создать образ и показать себя в наилучшем образе. Ну, а смогла прочувствовать вот настроение то, которое в свое время Мэрилин Монро передавала, да, вот это вот ощущение лучшие друзья девушек-бриллианты? Конечно, сумела. У меня был определенный образ, костюм, которым я полностью показывала то, что бриллианты это самые лучшие друзья, у меня даже в виде бриллиантов были украшения. А вообще, насколько сложно эта композиция давалась, да, или быстро все-таки? Ну, Надежда Олеговна, наверное, вы со стороны видели, как это все собиралось? Конечно же, все композиции, которые относятся к жанру мюзикл, они сложны и музыкальной своей какой-то тематикой, разными образами, которые нужно создавать динамическими оттенками. Конечно же, работали и над сглаживанием регистровых порогов, и над преодолением легкости взятия высоких нот, которые там достаточно много используются исполнителям и композиторам. И также работали над нюансировкой, потому что в мюзикле это очень важно. Что это такое? Теперь рассказывайте. Нюансировка, это, конечно же, если для простых обывателей говорить, это громче-тише, из чего, собственно, и складывается музыкальный язык. Ведь в одной динамике и в одном динамическом оттенке невозможно исполнить мюзикл. Самое важное в мюзикле, это, конечно же, образ. И наши технические стороны в исполнении этого произведения, они уходят на второй план, как само собой разумеющиеся. И, соответственно, чтобы это получилось, нужно достигать этой легкости исполнения. Вот после того, как были проработаны вот эти все, можно, наверное, назвать технические моменты, да, над образом долго ли работали? Или все-таки, Женя, вот то самое попадание? Тебе вообще близок этот образ Мэрилин Монро? Ну да, я, как видите, почти блондинка, поэтому мне очень близок этот образ. Мне очень нравится сама Мэрилин Монро, как киноактриса, как певица. А как вы думаете, Надежда Олеговна, все-таки к вам, наверное, этот вопрос, почему эта композиция вошла в топ-100 самых лучших песен? Я думаю, конечно же, прежде всего, образ самой актрисы. Как она исполнила эту песню, наверное, никто бы не исполнил с этой легкостью, с этой грацией. Именно символ 1950-60-х годов, а именно в то время был записан этот кинофильм по сюжету Брэдвейского мюзикла. И, конечно же, сам пик развития Мэрилин Монро сделали эту песню невероятно популярной и известной. Она невероятно интересна, легка и привлекательна для всех, наверное, исполнителей. Поэтому, наверное, в свое время и Мадонна, и Кристина Агиллера исполняли эту композицию. Но, мне кажется, уже наши зрители просто безумно хотят услышать эту композицию. Хотя бы небольшой фрагмент, Жень, исполни. Хорошо, конечно. Мадонна, и Кристина Агиллера исполнила эту песню. Мадонна, и Кристина Агиллера исполнила эту песню. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, хочется аплодировать, конечно же. Теперь становится понятно, почему международное жюри отдало победу Гран-при в ваши руки. Вы все-таки ожидали или нет, что такого результата добьетесь? Каждый раз, когда мы отправляем свои материалы на конкурс, мы не знаем, на самом деле, как строго будет оценивать наш жюри и сможем ли мы растопить их профессиональные сердца. На самом деле, это каждый раз волнение, каждый раз ожидание чего-то такого необъяснимого. Получится или нет, мы не знаем. Конечно же, мы стремимся всегда к идеалу, но непредсказуемо. Я так понимаю, что сейчас диктуют условия современной жизни такие, что вы записываете, и в дистанционном формате это все происходит. Вот как это происходит запись? Есть ли какие-то моменты, которые стоит учитывать? Одно дело, когда вы живьем выступаете, а другое дело запись. Ведь что-то съедается, какие-то моменты, что-то в большей степени придется передавать. Однозначно. Дело в том, что когда мы записываем, мы не знаем условия звукопередачи, которые будут использовать наши члены жюри. И зачастую звук, который мы записываем, он может быть не совсем того качества. И, соответственно, другие конкурсанты могут быть более в выигрышных условиях по звуку, либо в проигрышных. Мы всегда очень переживаем, чтобы достойные были видео с достойным звуком. Кроме картинки, еще должен быть очень хороший звук. Но он не должен быть студийным, он должен быть живым, как при концертном исполнении. И вот это большая сложность, передать именно тот звук, ту нюансировку. Потому что не всегда наши камеры могут передать пиано, которое мы исполняем. Я надеюсь, что сейчас прочувствовали наши телезрители вот это воздействие, которое на меня вы произвели. И вообще, я так понимаю, что Женя ваш такой счастливый студент, потому что не первый раз она уже выигрывает такого уровня награды. Как вы думаете, за счет чего ей это удается? Прежде всего, огромное трудолюбие к тому делу, которым она занимается. На самом деле, к нам поступает очень большое количество талантливых ребят. Но единицы из них действительно стремятся к чему-то большему. Не просто получить профессию, а именно достичь высот. И вот спасибо большое, что у нас есть такие студенты. И в моем классе есть Евгения Резник, которая может радовать своими победами. Это действительно большой труд. Спасибо большое ее родителям. И огромное спасибо нашему институту, который поддерживает наших молодых талантливых исполнителей. Это и различные стипендии повышенные. Евгения у нас является еще отличницей. Молодец. Успевает все. Я думаю, что она расскажет, какие она стипендии получала повышенные. Я получала стипендию Края. Точнее, сейчас ее получаю в течение еще 21-го года. И получаю творческую стипендию. И еще обычную учебную. И мне, знаете, хотелось бы в свою очередь сказать, даже не сказать, а просто поблагодарить моему преподавателю Надежду Олеговну Подпоринову, которая, несмотря ни на что, несмотря на то, сколько у нее работы, она нам отдает всю себя, полностью все свое творчество. Она нас поддерживает. Мы присоединяемся тоже к вашим поздравлениям. Спасибо огромное. Жень, курс на Евровидение однозначно. Спасибо большое. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.